В этом видео речь пойдет об играх, подходящих для слабых компьютеров от признанной классики до современных проектов. Следует отметить, что красивая графика это не только 4К текстуры, трассировки ручей и миллионы полигонов. Это еще и грамотная работа художников и дизайнеров, что способны создавать шедевры даже при ограничениях, которые накладывают недостаточные мощности слабых ПК. И именно такие игры и попали в эту подборку. Валькирия Хронит Слайз не может похвастаться текстурами высокого разрешения и крутыми спецэффектами. Зато игра сразу привлекает внимание своим визуальным дизайном. Все происходящее на экране будто нарисовано акварельными красками, что в сочетании с аниме стилистикой вызывает эффект просмотра хорошего анимационного фильма. Что касается геймплея, то здесь перед нами необычный микс тактической стратегии и шутера. Эта игра, как и Валькирия Хронит Слайз, тоже будто нарисована красками. Необычный мультяшный стиль хорошо взаимодействует с доброй историей и запоминающимися героями. А в геймплее есть элементы фермы, приключения и РПГ. Это детская, милая, наивная сказка, но возможно именно такого рода игра вам и нужна, чтобы отличиться от повседневных забот. А Кюбхед не слышал, наверное, только ленивый. Это корпоративный платформер, стилизованный под мультфильм 30-х годов 20-го века. И разработчики подошли к делу настолько профессионально, что с первого взгляда даже не удается отличить игру от классической анимации. Однако, стоит вам взять в руки геймпад и вы поймете, что мультяшность – лишь внешняя ширма, за которой скрывается хардкорный игровой процесс, способный стать серьезным испытанием для ваших навыков. В Bioshock and Fight студия Eretion Games продемонстрирует практически эталонную работу с движком Unreal Energy 3. Игра ощущается очень свежо и сейчас, при всем при этом, работает стабильно и на слабых компьютерах. Важную роль в этом сыграл ее сеттинг – солнечный небесный город Колумбия, который может прохвастаться красивыми пейзажами при относительно небольшом размере локации. Hades – это Роу Гулайк от создателей Bastion и Transistor, в котором вам предстоит изучать подземный мир, бросив вызов самому богу мертвых. Несмотря на мрачное окружение, игра пестрит яркими эффектами и развлекает остроумными диалогами, а геймплей содержит множество разнообразных механик, за счет которых не надоедает и на сотом часу прохождения. ММО-покемоны, но без покемонов. Temtem предлагает исследовать масштабную вселенную, находить и приручать существ, а также участвовать в захватывающих битвах. Помимо этого, здесь можно купить и украсить собственный дом, настроить внешность персонажа и объединиться с другом для покорения мира. При всей своей красоте, игра отличается невысокими системными требованиями и запустится даже на бюджетных системах. Несмотря на очень скромные требования к конфигурации ПК, Евротрак Симулятор 2 демонстрирует красивую картинку и предлагает медитативный, но затягивающий геймплей. Вам предстоит водить тяжелые грузовики, перевозя различные грузы по дорогам в Европу, причем множество проработанных механик позволяет вам ощутить себя самым настоящим дальнобойщиком. Диско Иллюзиум – это та самая нашумевшая RPG 2019 года от разработчиков из Эстонии, что выпустило игру с потрясающей свободой действий и необычной ролевой системой, в рамках которой каждое действие необходимо согласовывать с голосами, звучащими в голове главного героя. Бонусом к оригинальному геймплею идет стильная картинка, где сочетаются комиксовый стиль и атмосфера безысходной глубинки. Обязательно стоит поиграть в эту игру, если вы ищете что-то необычное. Тот случай, когда красивую игру можно сделать не только за шок арта. Ori M.T.H. Build Forest радует буйством красок и манящими пейзажами, восхищает яркими эффектами и при этом предъявляет смешные требования к мощности в ПК. Помимо восхитительной картинки, вас также ждет трогательная история в сочетании с хардкордным игровым процессом. Если вы любите платформеры, не упустите возможность прикоснуться к прекрасным. Journey это путешествие, без каст-сцен, диалогов, сражений и головоломок. Вы просто будете скользить по разным локациям, наслаждаясь пейзажами, встречая случайных попутчиков и преодолевая испытания. Все ради достижения цели высокой горы, что виднеется на горизонте. Затягивает мгновенно, отпускает только после финальных титров. Еще одна медитативная игра, на этот раз с более выраженным сюжетом. Вы примете на себя роль персонажа, который выступает проводником душ в мир мертвых. Путешествуя на корабле по бесконечной реке, вы будете выслушивать истории ваших сопутчиков, выполняя квесты и даже развивая ферму. Очень приятная игра, от которой не хочется отрываться. Ролевая игра с необычным визуальным стилем, который сочетает пиксельное 2D и реалистичное 3D, метеоратурных героев и громадных монстров. Заимствует элементы фэнтези из разных культур мира. Игровой процесс Octopath Travel может показаться затянутым, но стоит попробовать игру и вы не остановитесь, пока не достигнете финала. При всем при этом проект отличается очень скромными, минимальными системными требованиями. На релизе приключенческий экшен Assassin's Creed Black Flag бросал вызов в топовом конфигурации МПК. Но сейчас с игрой легко справятся бюджетные сборки. При этом возраст не сильно повлияет на визуальную составляющую. Даже сейчас море Black Flag выглядит как настоящее, а анимации сражений восхищают богатым набором движений. Это одна из лучших частей серии Assassin's Creed. И если вы любите игры про пиратов, обязательно погрузитесь в захватывающие приключения Black Flag. Слоу-поли стилем справятся не все. Вот, например, создатели игры Art of Rally справились. Игра выглядит волшебно, а низкополигонная графика в сочетании с видом сверху придает неповторимый шарм. Игроков ждет золотая эра ралли с культовыми автомобилями и разнообразными трассами, которые можно проходить в режиме карьеры, мультиплеере и свободном вождении. И все это будет работать с высоким FPS даже на слабеньких ПК. Не столько игра, сколько конструктор, в котором можно релаксировать. Создавая разнообразные города, Тонцкеппер расслабляет и удивляет. Достаточно разместить цветные блоки в нужном вам порядке, и все остальное игра сделает сама. С удивительной точностью реализует вашу задумку. Stealth Action Metal Gear Solid V разработан на очень гибком движке Fox Energy, который отлично подстраивается под слабые и мощные системы, обеспечивая стабильную чистоту кадров на любых конфигурациях. Но красивая картинка это еще не самое главное. Куда интереснее здесь геймплей, открывающий перед игроками множество путей прохождения миссий, позволяющий экспериментировать и завлетать разные тактики и хитрости. Наконец, вас ждет запоминающаяся история, запутанная, но надолго западающая в душу. Шедевральный экшен от третьего лица с элементами RPG от компании BioWard. Повествует вас о далеком будущем, в котором человечество с помощью ретрансляторов массы покорило галактику, а заодно и встретилось со всевозможными инопланетянами. Игра позволяет герою в прямом смысле жить своей жизнью и вести борьбу с различными врагами. Для выбора доступно 6 классов, обладающих уникальными свойствами. Они также позволяют использовать определенное оружие. Масс эффект выглядит красиво буквально во всем. Одним из плюсов оригинальной трилогии является то, что она вполне подходит для слабых ПК. Таков был мой топ игр с красивой графикой для не очень мощных ПК. Если понравилось, лайк, если нет, пишем в комментариях почему. Всем спасибо за внимание и всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова